М1 Глобал М2 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 Глобал Я напоминаю, что это первый раунд в бою Мурада Талдиева против Рамазана Амирова из Дагестана. Мурад Талдиев представитель бойцовского клуба «Нарт», Рамазан Амиров из бойцовского клуба «Скорпион». Оба бойца сразу пошли в размен. Сваливает Мурада и наносит удары. Бойца из Ильишеки, Мурада Талдиева, наносил рейджер. Не церемонится на протяжении четвертой раунд и сразу в размен. Из клуба «Нарт» Мурад Талдиев занимается в клубе «Война». Мурад более опытный боец, так как с возрастом немножко ошиблись там. Ему 26 лет, на мой взгляд. По-моему, точнее. А так, сейчас Рамазан находится очень хорошим для себя в положении. В Маунте может немножко оттолкнуться и добить его. Ну, Мурад прижимает к себе, старается... Мурад, выходит из этого положения... Положение Маунте действительно опасное. И, конечно, ему самое главное – выйти из этого неудобного положения. Рамазан в этом положении старается нанести удар. Удар, да. Попытка Мурада выйти из сложного положения. Попытка сейчас Рамазана провести удачающий прием, походу... Получается, да, у Рамазана? Нет, нет, лучше... Мурад молодец, лучше... Мы видим, как зрители аплодируют. Очень грамотно действует. Мурад, ты самое главное – не дайте... Ну, это выводит сваливание. Мурад отправлен на наносил рейджа. Вот, Мурад сейчас захватывает ногу, может провести болевой в этом... На ногу болевой. Остается... К сожалению, не получилось. Не получилось. И Рамазан наносит... Провести болевой прием. Очень быстро развивает события в рейдже. Не успеешь комментировать, и уже... А вот уже четвертый, как я вот сказал, поединок, и достаточно интересные бои показывают спортсмены и из республики Дагестан, и Ченской, ну, и соответственно, из республики Львушетия. Не дает встать Мураду Рамазан. Вяжет его. Рамазан, как видите, чувствует себя получив в партере. Старается провести еще болевой прием. Наносит удары. И при этом утратит очень много сил. В защите немножко хромает Мурад. Сваливает Мурада Рамазан. Старается нанести удары. Наносит удары, пропускает удары. Тяжелые удары пропускает Мурад уже. И если в таком темпе будет продолжаться, я думаю, судья остановит, если он не будет, как бы... Мурад старается приподняться, держит его за ногу. Очень сильно устали оба бойца, а времени для Мурада остается мало для того, чтобы перевести на свою сторону чашу весов. Это только первый раунд, и уже несколько пропущенных ударов. Это очень хорошо. Рассечения у бойца из Муршетти. А теперь вышел на аббур. Удушающий прием. Удушающий прием. Я вряд ли из него получится. Очень много сил потратили оба бойца. Рамазан уже подустал. Мурад может возбользоваться этим сейчас. Рамазан Амиров уже выглядит уставшим, потому что активно начал в начале... Много, очень много действий Рамазан в начале провел раунда. Теперь СССР старается сейчас в этом провести болевую на руку. Но Мурад из этого поведения выходит. Мурад, как видите, сам как раз. Мошенщие поделки в зале заряжают спортсменов. Активизировали. Первый раунд закончился. Ну, мой взгляд, первый раунд за Рамазаном, так как он провел больше действий. Ну да, боец Дагестана активно начал, но это и сказывается на его усталости. Хотя не скажу, что Мурад выглядел получше, потому что все-таки оба спортсмена устают. Это естественно. Надеюсь, что во втором раунде Мурад поактивизируется и покажет уже более грамотные действия. Тем более, что Мурад тренируется с тобой, Хамзат. А это уже много лет, потому что ты являешься очень таким опытным бойцом. Как у вас построена работа, Хамзат? Вот в таких ситуациях есть ли план у Мурада? Как думаешь? Он уже знает, что он будет делать во втором раунде. У Мурада... Хотя план должен быть у всех. Или все-таки он не ожидал такого соперника? Все-таки, мне кажется, здесь... Мурада больше ударить. Так как видели, Рамзан его сразу за Дагестану партнер. И он приустал. Владимир, он двигается, вот получше сейчас. Я думаю, второй раунд покажет. Не устаю повторять, как в Назране, на битве, в Назране, дорога, Баймадин называется, что этот турнир не доносит Хайфик Мурак. Очень сильная поддержка в зале. Не вмещает всех бывающих, которые хотели бы. Удар, удар наносит Мурак справа. Размен ударами идет, Рамзан идет, и Малер. Очень хороший ноу-пик. Более пограмотнее на чудес. Мне кажется, все-таки надо включать ноги Мураду. Тем более, вот, удачный удар у него был. По-свежее выглядит Мурад. По-свежее, да, Мурад выглядит. Осталось проносить несколько ударов. Заметная усталость Рамзана. Это не так, что Рамзан упал. Мурад сейчас может закончить бой. Если грамотно будет, то он может закончить бой. Так как Рамзан очень сильно подустал. Выходит Мурад на болевой, да, на ногу? Не-не, Мурад... Очень сильно выдох, как видно, по лицу Рамзана. Очень много сил он потратил в первом раунде. Теперь осталось... Вот, да. Мурад, Мурад, и Рамзан. Мурад, Мурад, и Рамзан. Уже находится Мурад, Мурад может сейчас закончить бой. Хотя Рамзан защищается, как может, но мне кажется, что здесь уже... Бойцы очень сильно подустали оба. Но Мурад выглядит посвежее немножко. Если и так он сам остановится, то я думаю, что Рамзан защищается, старается сбросить его. Неожиданно поворот случился во втором раунде, потому что в первом раунде Рамзан действовал очень активно. И вот результат. Именно в этом есть кайф, можно так сказать. Смешанный единоборств, когда тут совсем неожиданно в моментах соперник выигрывает. Очень много спортивных дебютов тракит своих сил в первом раунде. Прошается, старается закончить в первом раунде. Они не рассчитывают на два раунда. Поэтому Рамзан подустал. Мне кажется, весь возможен перестивлен на болевой. Фактически никаких действий не предпринимает Рамзан. Если посильнейший пару раз ударит, я думаю, что судья остановит бой. Нет, ушел Рамзан. Рамзан уходит. Не умирать, не дает ему стать. Не знаю, несметное количество ударов нанес Мурат своему сопернику. И несмотря на это, Рамзан держится. Это подогревает зал. Сейчас, я думаю, судья уже остановит бой. Мне кажется, прекрасная возможность для того, чтобы Мурат смог провести болевой прием. Отдал руку. Рамзан отдал руку. Мурату остается только бить. А я бы хотел поаплодировать стойкости соперника Мурата. Рамзан амир. Держится очень молодцом. Собрался, вышел Рамзан. Молодец. Но Мурат не дает ему стать. Рассечение у Рамзана Амирова. Мы видим. По-моему, это кровь из носа идет у него. Не рассечение, а кровь из носа, по-моему, нос разбито. Да, извиняюсь, это не рассечение, а пошла кровь у Рамзана Амирова из носа. Десять секунд. Десять секунд остается до окончания раунда. Рамзан старается провести в этом троугольнике. Нанести контрольный удар. Я думаю, экстра раунда не будет, так как второй раунд полностью за Муратом. Первый раунд, конец, концовка у Мурата. Да, скорее всего, Мурат получит победу в этом поединке. Мы видим, как судья собирает лески у судей, забирает лески. И мне кажется, заслуженная победа, если это будет... Это первая победа, да, на этом турнире у Мурата, да. Ну, дебет и в дебете выиграть так зрелищно, красочно. Несмотря на то, что в первом раунде не получилось. Ну, Мурат на разных турнирах выступал, но более опытные. Уважаемые телезрители, как вы уже слышали, Экстра раунд будет сейчас. Объявлен, да, Экстра раунд. И будет еще третий раунд, в котором уже мы узнаем конкретно на все 100%, кто будет победителем в этом поединке. Мы слышим, как болельщики поддерживают спортсменов. И Мурата, и Рамазана, честно говоря, находиться вот на таком заряженном турнире. Оба бойца сильно подустали, как видите. Это придает силу им в дальнейшем в экстра раунде. Я думаю, они смогут проявить себя. Величающий раунд, величающий раунд. Я еще раз напоминаю, в синем углу выступают Рамазан Амиров из Дагестана, клуб «Скорпион», красный укол и третий раунд. Клуб «Нарт», Мурат Пауди. Прошло два раунда, к сожалению. Мурат идет в атаку. Нельзя сказать, что в двух раундах. Мурат более свежее выглядит. Двигается он получше. Нанес удар по ноге. Мурат внутренний лоб. Пока идет размен ударами. Пытается свалить своего соперника ударами в ногу. Мурат. Но при этом Амиров прижимает Мурат к цехе. Наносит удар в корпус. В решительном действии. Вот, обратно. Три самые удары по ногам. Рамазан подустал, сильно подустал. Ну, кажется, действительно, Мурату нужно побольше активизировать работу ног. Мурату в таком же темпе надо сейчас работать, двигаться и работать в этом темпе. Тем более времени остается мало. Так как партер очень много сил занимает. Опять он свалил. Еще одна попытка свалить своего соперника в партер и увеличалась успехом у Мурата Талдиева. Ну, кстати говоря, если говорить о бойцовских школах, Дагестан славится своими бойцами. У них очень серьезная школа. Более 15 лет у них идет работа по... Потому что мы видим на рейдже эта работа... Да, просто туда, Мурат справа. ...дает результаты. Ну, и мы включились буквально 5, ну, максимум 10 лет, и уже мы видим, что на хорошем уровне противостоят бойцами Дагестана, да и любым спортсменам, не только из Дагестана, но и из других регионов России, а также наши бойцы выступали против соперников по международному уровню. Проходят Рамазан на ноги, пытаются свалить Мурата. Мурат грамотно защищается, отталкивается. Патовая ситуация. Очень устали бойцы. Это заметно по их движениям. Они более медленнее, чем в первом и втором раундах. Все-таки Амир Рамазан перевел в маунт, все это дело. Гард перевел у него, Мурата. Но... Перевел-то перевел, но возможности для ударов у него не такие, потому что хорошо защищается. Мурат хорошо защищается, при этом сам наносит удары. Рамазан держится, но... Мне кажется, из этого... Голову надо Мурату прижать к себе. Соземь будет ему выйти из этого приема. Пытается наносить удары. Я думаю, на этом сейчас закончится. Ничего, вышел Рамазан. Молодец. К сожалению, попытку провести болевой. Сам сейчас Чеева отдает, Мурат. Теперь... Рамазан, да. Рамазан пытается провести удышающий прием. Не рады люди продержаться. Убирает. Грудки пытаются... Не дает Мурат провести удышающий прием. Очень сложная ситуация для Мурата. Пытается выйти из этой ситуации, и он душит. Не дает не так уж просто провести удышающий, так как силы на исходе его, Рамазан. Десять секунд. Объявляет нам, что осталось всего 10 секунд до конца этого поединка. Экстра раунд. И у Мурата есть возможность. И теперь самое главное. Хамзат, на твой взгляд, кому отдадут предпочтение судей? На мой взгляд, ничейный поединок. Ничейный, да? Ничейный поединок. Это объективное мнение, Хамзат. Объективное, да? Ну, если честно, первый раунд был за Рамазаном, второй раунд за Муратом и третий раунд. Если честно, я не знаю, я не могу... Раунд и раунд, так как оба старались провести там удышающий прием. Если говорить о нанесенных ударах, конечно же, Мурат был по количеству нанесенных ударов намного ярче, намного активнее. И это должно повлиять на исход этого поединка. Сейчас судьи, я думаю, решат все. Поединок был действительно захватывающим. И давайте поаплодируем сначала, опорим бойцам. В этом поединке, уважаемые друзья, объявляется ничья. В упорном поединке мы не смогли выявить победителя. Да, как я сказал, ничейный поединок не следил. Ну, это, говорит, объективность судей. И, если честно, я бы, конечно, дал бы победу Мурату за яркость, за то, что он в первом раунде, несмотря на то, что он хуже выступил. Ну, видите, в третьем раунде концовку Мурат отдал. Да, это да, но все-таки, то, что он смог, в конце концовка и решает. Присход в раунде, да. Все, поддерживаешься. Нися, борьба, шамасня, премьериш Мухаммад. Для Баркалд. Отдельное спасибо главу республики Нгушетии. С днем. С праздником вас. С вами был Игорь Негода.